Музыка Музыка Итак, мы снова в Одессе, праздники Музыка Итак, не будем сейчас обсуждать, что там в Киеве У нас сегодня другие темы для обсуждений И мы начнем на этой неделе говорить на тему жертв Жертв, какие они бывают, что такое искупление И как мы воспринимаем эти слова, как воспринимают эти слова, в общем-то, евреи Как они воспринимались раньше Что это значит? Да? Ну, вроде бы, как бы слова абсолютно понятные Вот смысл, какой мы в них вкладываем Ну, к примеру Вы достаточно часто, я думаю, пользуетесь словом спасение Да? Вы знаете, в общем-то, что в Писании оно встречается достаточно много раз И там, и там Это где и там, и там Ну, я думаю, что в Танахе оно тоже каким-то образом встречается Вот Бог, спасение мое Да, оказывается, есть, да? Есть слово спасение У меня будет к вам вопрос Какой смысл слова спасение вкладываете вы? Единственный смысл? Спасение, да А как вы воспринимаете слово спасение народа Израиля? Ну, первое спасение, которое было, это очевидный исход из Медитра И очевидно, когда Израиль воспоминает о спасении Он воспринимает это Так же, как тогда было в Медитре Приход Мессии Это освобождение От некоторого рабства Да? В котором они находятся Восстановление царства Израиля Или я как-то не так Что еще? Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо интересно. И это все воспринимается в аспекте спасения. Когда мы говорим о спасении, у нас совсем другие акценты. Я понятно говорю? Просто поразмышляйте на тему разницы в понимании спасения, которое используют евреи, и разница, которую в общем-то понимаем мы в этих же словах. Может быть, мы что-то упускаем из этого. Может быть. А может они что-то потеряли и не увидели. Вы знаете, больше вопросов если мы успеем задать, то вы получите больше ответов. Ну, если будете пытаться ответить на вопрос. Я же не буду за вас этого делать. Теперь мы поговорим немного о жертве. Скажите мне, пожалуйста, как вы воспринимаете слово жертва? «Отдать то, чего жалко». Согласен. Еще какие варианты? «Отдать то, чего жалко?» есть некоторые смысловые понятия которым бы я хотел вас обратить первое к примеру вы достойные люди давайте быстро да не да нет ну прошли мы уже знаем сюда спасибо нет такие не стесняйтесь да нет это не важно как вы ответили нет окей нет хорошо отлично а я думаю что вы достойные люди на основании того что бог дал вам право называться и быть его а вы считаете что вы недостойны бог наделил вас достоинством а так вы достойные люди а теперь да а я вас спрашивал когда-то в прошлом а я же не уточнял чай просто спросил вы достойные люди или нет вы сказали в большинстве своем нет а на самом деле бог наделил вас определенным достоинством если бы я спросил достойны ли вы этого достоинства понятно нет но достойны ли вы во христе понятно да почему потому что он наделил вас достоинством власть в том числе входит в слово достоинство не вопрос тогда появляется нечто чем вас наделяют то есть тот кто наделяет есть вы не а а есть тот кто наделяет вас чем-то это понятно да здесь есть две стороны это понятно есть те кого наделяет и тот кто имеет власть наделять и поэтому вы недостойны потому что все согрешили и лишены славы божий нет праведного ни одного да вы недостойны но он вам дал власть называться и быть его детьми это достоинство но быть детьми царя царей господа господствующих это в этом есть определенное достоинство и вы даже а еще какое да поэтому вы сказали что вы недостойны я я вам расскажу одну такую вещь я с ней встречаюсь очень часто если вы поймаете человека неверующего попробуйте ему объяснить что он грешен да если вы поймаете праведного христианина то он быстро согласится что он грешен есть вы были бы с христа ну да извините не достойны теперь во христе вы стали достойным и на вороте не понятно да то есть есть тот кто наделяет достоинством и есть те кто принимает это достоинство поэтому вы приняли достоинство ходите в нем носите его будьте в общем то соответствующими этому достоинству понятно да помните о том что бог наделил вас достоинством будьте достойны хотя по сути понятно ясно второй момент верность вы верны себе себе да вы верны себе не всегда ну можно да нет так будет проще хорошо больше да чем нет не было не слушайте чужих подсказок они могут быть неправильные не стесня отлично все большое спасибо отлично верность самому себе это глупость верность самому себе это глупость потому что верным можно быть только по отношению кому-то не надо мне подсказывать надо слушать кому-то я прошу прощения колечко у вас есть вы должны быть кому верны а вы говорите богу а же не надо быть верным жене а оказывается еще кому-то может применяться слово верность не только по отношению к богу ну к другу пожалуйста будьте верны дружбы будьте верны и общения ну понятно да то есть верность рассматривается по отношению к кому-то а быть верным по отношению к самому себе то есть знать что я не прав и оставаться неправым ну подождите но я же должен быть верным самому себе поэтому я буду оставаться верным своей неправотяк по отношению к себе это глупо да поэтому нужно быть верным по отношению к кому-то достоинство нам кто-то дает мы верны по отношению к кому-то и жертву предусматривает наличие двух сторон тот кто дает и тот кто принимает когда вы начали мне отвечать на вопрос жертвы вы рассматривали жертву с двух сторон или с одной с двух я не услышал просто вы говорили только о том что вы чего-то мешаетесь вот теперь все правило теперь становится на свои все места то есть оказывается жертва когда вы лишаете себя чего-либо отдавая это кому-то тогда это жертва не просто вы лишились чего-то но вы лишились для кого-то или для чего-то жертва предусматривает добровольный отказ от своей собственности лучше вам не приносить в жертву то что вам не принадлежит то есть то что вам не принадлежит не стоит приносить в жертву потому что те кому это принадлежит могут обидеться даже если вы им объясните что вы за этим пожертвовали на хорошее дело могут обидеться ну это не обязательно безусловно расставание с чем-то может ли это быть отказ от каких-то люблю уважаю вы же не знаете еще вы еще согласились зачем вот это какие вы поспешены итак это может быть отречение от своих выгод жертву вы можете отказаться от выгодной сделки это жертва окей я понял с кем я имею дело это глупо вы сказали да хорошо я так понимаю у вас рекламный бизнес нет не имели никогда отношения к рекламному бизнесу ну представим что вы имеете отношение к рекламному бизнесу может быть такой теоретически окей и вот вам предлагают очень выгодную сделку по рекламе порнографической продукции как это не серьезно подождите почему это выгодно вам заплатят денег больших и хороших это ваш бизнес вы рекламируете ну просто приходит человек который просит вас рекламировать то что не соответствует вашим принципам так это глупость это это жертва теперь это жертва ну это мудрая жертва конечно но это жертва вы лишаете себя чего-то вы лишаете себя сделки которая принесла бы вам денег и многие люди в общем-то этого не сделают они согласятся и в общем-то у них не особых проблем нет они заработали да но вы поскольку вы являетесь верующим человеком вы идете на определенную жертву отказ от денег ради ваших принципов ну которые вы подчеркнули к примеру читая описание понятно да о чем идет речь то есть отказ от каких-то выгод это тоже может являться жертвой это не только тогда когда вы достаете из кармана но в данном случае несовершенная сделка может считаться тоже вашей жертвой отказ от каких-то развлечений да ну это большая жертва понятно да то есть жертвы могут быть разного вида некоторые пожертвовали сказали не буду есть белого хлеба а это читайте описание был человек который вошел в пост когда он не ел белого хлеба и это была жертва ну такой пост пост это жертва да ну лишь бы пост был правильным да потому что были некоторые парни которые закляли себя не кушать пока не заражено пока не заражено ну так что пост не всегда пост еще раз пост не всегда хорошая жертва если мотив поста неправильный поэтому жертва она угодная Богу тогда когда у нее правильные мотивы здесь еще немножко дальше надо идти жертва это то чего вы лишаетесь безвозвратно а это что значит вы потеряли свое время и уже не вернете дальше еще раз жертва это то чего вы лишаетесь безвозвратно вы не можете это вернуть сказали все уже слово не воробей вылетело сами понимаете не поймали ну опять сказали все труба уже забрать слова не получится еще раз жертва это то что вы теряете и не можете вернуть я понял хорошо отлично скажите мне пожалуйста если вы знаете они ждут когда один мужик приходит к воротам рая а его не пускают так вот если вы не собираете так что вам потом деньги вернут так вот вы деньги пожертвовали а там их не вернут я надеюсь не вернут когда вы их ложите плачете вы собираете только вам их не вернут то есть вы потеряли и там никто вам деньгами вас давать не будет то есть вы собираете себе на нечто другое сокровище на небеса а здесь вы расстались с этим отошли в сторонку поплакали потом подошли к корзине положили и все больше вы их не увидите жертва это то с чем вы расстаетесь навсегда все попрощались и забыли понятно да смысл понятен потому что если вы пожертвовали так что вы сегодня положили и завтра пришли и забрали будет ли извините будет ли эта жертва зачетная или нет и так то что вы даете нищим является жертвой ну о чем мы тогда говорим мы должны разговариваться я про жертву а вы говорите все отлично тогда мы не об одном и том же потому что когда вам это вернули да еще с процентами на жертву не похоже а мы говорим что жертва это когда вы отдали и уже все изя все ой понятно да вот тогда это жертва а если вы сегодня дали а завтра бог вам воздал то где жертва извините меня еще раз смысл жертвы то с чем вы расстаетесь безвозвратно ушло нет окей скажите мне пожалуйста меня просто интересует просто вещь вы жертвуете в церкви отлично вам за это воздаяние полагается так он уже дал и значит вам надо отдавать больше друг мой тогда начнется процесс жертвы если вы отдаете и в этом не чувствуете ущерба за что давать больше что не написано жертва я был в одной общине через некоторое время а это мучила пожертвование через некоторое время я туда вернулся я говорю у вас есть выбор я могу проповедовать о деньгах а могу о смерти один человек сказал в зале уж лучше о смерти так что аккуратнее пожалуйста то есть если сейчас мы выясним что вы еще в церкви не жертвуете оказывается подождите стоп 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 я прошу прощения это же не жертва вы столько же объяснили она пожертвовала больше остальных она больше все запущено понимаете вы догадались уже правильно это уже по это налог это не типа такого нужно понимать что когда бог давал закон этот закон был законом государства моисеевый закон который был получен на горе синай а потом где кстати еще где-то давали моисеевый закон кроме горы синай где я спросил они сколько да хорошо вы помните вы уже прошли уже нормально на равнинах мало ничего не происходило я понял а ну-ка откройте мне второзаконие по-моему 31 1 а там с первым дальше нет да тогда 29 второй завет заключался где моавицкая а числа откройте последний угол последние стихи да ну вы про пустыню что-то говорили просто похоже это было на пустыне я понял хорошо ну ладно я так просто к слову про зачет не зачет хорошо а потом где это все происходило ну да я имею ввиду двадцать четвертую уголу по-моему книги Иисуса Навина или двадцать пятую в схеме в схеме я про это ну да скинье там про скинье или про камень что-то и было да конечно а у них вообще вы знаете от той горы постоянно было скинье когда они отвалили от горы Сина у них постоянно скинье там за ними ходило они ее периодически ставили в разных местах то есть они больше никуда с собой не носили да но они же ее за собой носили то есть они оставляли ее и ушли и ушли да еще раз они от харива поставили под харивом и ушли я понял а до этого что было до этого носили спасибо хорошо до этого носили до этого носили хорошо я просто хотел выяснить что до этого они ее носили за собой а когда уже пошли воевать там уже другая тема была но пока они уходили по пустыне они ее носили отлично итак что меня интересует жертва то что мы отдаем добровольно чего-то лишаем себя и лишаем безвозвратно то есть если вы сегодня отказались от сделки а завтра ее заключили не это не жертва то есть жертва это когда вы потеряли что-то для себя навсегда навсегда в смысле ну порнография надеюсь вы потеряли навсегда спасибо вот это меня интересовало то есть вы чего-то лишились и так еще жертва воспринимается как добровольный или вынужденный отказ иногда ваша жертва может быть недобровольной это когда нет еще раз она может быть добровольной может быть недобровольной но она при этом будет жертва послушайте я знаю что доброходно дающего нужен любит бог я вам объясняю смысл слова жертва не важно какая она это жертва добровольный или вынужденный отказ от имущества прав привилений ради достижения поставленной цели или получения выгод в будущем вы не внимательно слушали первое я говорил добровольный отказ от чего-нибудь в чью-нибудь пользу в чью-то пользу мы говорили о том что это всегда в чью-то пользу я разве сказал что это в пользу Бога это вы так решили и вы все время смотрите на тему жертвы только в преломлении по отношению к Богу а это не извините меня это же не всегда так напоминаю если вы забыли я вам подскажу смотрите сюда а ради жены ничего что вы посмотрите по сторонам думаю это же где-то спряталась да услышит или нет ты смея смея а вы запишите пожалуйста ответ мы потом знаем кому показать ну хорошо вы живете ради него с ней а ей что-то с этого есть вы ей что-то жертвуете это для него не жертва хорошо познакомьте меня с женой я не сказал что жена это жертва я вам показал что есть люди ради которых мы готовы на что на жертву это плохо познакомьте меня с женой она вас подготовит после нашего общения на жертву послушайте это плохо если вы не готовы ради жены ради близких родителей друзей если вы не готовы на жертву это плохо это нехорошо это нормально на сегодняшний день мы знаем что люди стоят на майдане это жертва послушайте это для вас является глупостью я даже спорить не буду с вами но я понимаю что люди жертвуют они стоят на холоде они жертвуют они жертвуют неважно умно это или нет я прошу прощения вы не поверите все из ваших друзей знают что вы деньги даете в церковь все считают что вы поступаете умно нет видите но тем не менее вы что делаете продолжаете жертвы неважно что кто-то думает о том что вы делаете вы так извините меня делаете я надеюсь люди тоже что-то делают но они жертвуют ради других идеалов ради других принципов кто-то жертвует ради своих родных детей что-то люди делают а не жертвуют моя задача донести до вас простую мысль что это делается ради кого-то жертва не всегда преломляется только к Богу мы можем жертвы люди вон стоят и жертвуют и я вам точно скажу я не думаю что они это делают для Бога ну я так не думаю вот большое спасибо большое спасибо большое спасибо еще раз вы не услышаны в пользу кого-то ну не в пользу себя да то есть это не действие направленное к Богу окей тогда появляется что-то для кого-то когда вы отказываетесь от еды ради Бога это называется пост это называется жертва и тогда мы говорим Бог обрати внимание пожалуйста и помоги мне и дальше уже идет текст которого вы говорите но вы обращаетесь к кому? к самому себе? вы что-то делаете вы себя лишаете для того чтобы показать ему что вам это нужно но обращаетесь вы к кому? когда мы говорим о жертве всегда предусматриваются две стороны если вы жертвуете самому себе извините меня жертву не потянет понятно да? хорошо пожалуйста ничего не имею против итак добровольный или вынужденный отказ от имущества прав привилегий ради достижения поставленных целей или получения выгоды в будущем итак приносимый в дар божеству предмет или животное приносимый в дар божеству предмет или животное тоже называются жертвой жертвы понятно да? понятие бесценность или незначительность неприменимо к понятию жертвы понятно понятно да? жертва всегда несет убыток даятелю другими словами другими словами тот кто приносит жертву всегда лишается чего-либо что является для него ценным дальше жертва всегда привлекает внимание опять все достаточно просто мы видим людей на Майдане привлекает внимание почему? жертву чем-то вы ходите в церковь люди знают о том что вы отдаете деньги привлекает внимание не привлекает что не привлекает что вы отдаете деньги да у жертвы есть еще одна способность она не оставляет равнодушными они могут раздражать удивляться восхищаться возмущаться вызывать интерес потому что люди понимают вы чего-то лишились ради чего-то чего они могут просто не понимать и тогда они задают вопрос ребята а зачем вы это делаете? уже нормально могут это задавать говорить не в виде вопроса в виде утверждения говорит вы ненормальный я смотрел некоторые фрагменты из того что там происходит и мне интересно было знаете там репортеры подходят и спрашивают людей которые там на одном Майдане они достаточно просто говорят я вышел сюда ради своих детей ради своего будущего страны ну какие-то тексты у других спрашивают а вы чего сюда пришли? ну а чтоб было хорошо всем ну типа за мир во всем мире и у меня вопрос кто из них принес жертву? первое а второе получили за это деньги похоже это на жертву? нет то есть разница есть в поведении людей есть определенная разница и жертва это то что не оставляет как правило людей равнодушными причем для вас это может и не являться жертвой а для этих людей то что вы делаете будет являться жертвой и не будет удивляться почему вы это делаете понятно да? отлично отлично итак жертва это то что привлекает к себе внимание то что является центром каких-то событий то есть происходит некоторая вещь вы чего-то лишаетесь ну условно скажем неважно я не имею ввиду деньги я имею ввиду какую-то ценность и эту ценность я обозначу вы лишаетесь знаком доллара вы лишаетесь другой человек глядя на это что он видит? что он видит? где фокус его внимания? на жертве на жертве отлично да а ваш фокус он находится за пределами этого понятно что я сказал? вы жертвуете для какой-то цели для кого-то и вы лишаетесь этого и это то что вы теряете да для вас имеет ценность но не имеет конечной цели то есть лишение это не конечная цель конечная цель достижения чего-то какой-то цели не цель потерять деньги или ограничить себя в чем-то это не цель это жертва вот послушайте я умышленно поверьте мне я умышленно умышленно не употребляю слово Бог Творец Всевышний я умышленно это делаю поверьте и я вам могу рассказать историю одну когда я в прошлый раз в одном месте читал тему жертв и начал давать характеристики языческих жертв языческих тех которых у нас есть язычники угу вы хотите попасть в нее? чтобы вас толку не сбить не будем, не? хорошо поэтому давайте нейтрально понимать о чем идет речь я понимаю что можно облить все в правильную форму но моя задача вам донести некую мысль первая мысль была в том что вы лишаетесь чего-то ради кого-то чего-то то есть это не вопрос просто расстаться с деньгами и когда вы расстались смахнули под солба и сказали все я расстался цель достигнута ура ради этого вы идете на жертву но что привлекает внешних то что вас уже не интересует на самом деле то с чем вы расстаетесь вы расстаетесь и оно вас уже не интересует вы уже внутри себя когда решились на этот шаг вы уже попрощались с этим вам это интересно? это уже то что вы потеряли для себя или что держите? еще раз когда вы приняли решение не жертвовать деньги а просто их отдать в церковь они для вас существуют или их уже нету? нету? ну я об этом ну пока донесете но когда вы их несете вы уже все равно понимаете что это не ваше вы уже их потеряли для себя грубовое ну все вы используете другой термин вы их отдали уже окей то есть для вас уже это не является чем-то но для внешнего наблюдателя их привлекает вот это или само действие и они за этим действием не видят и поэтому вас и спрашивают слушайте чего вы занимаетесь? они же не видят ваших взаимоотношений с Богом они не видят вашего посвящения они не видят многих вещей но они видят то что вы отдаете деньги то что для вас по сути не является даже жертвой для них является огромной жертвой потому что отказ от денег это бред с их стороны это уже огромная жертва понятно да? это их привлекает а этого они не видят и когда они задают вопрос они хотят на самом деле узнать вот про это понятно да? то есть для чего вы это делаете? они не понимают и задают вопрос для чего вы это делаете? людям на Майдане тоже приходят и задают вопрос ребята вы для чего здесь стоите? мы видим что вы что-то делаете мы видим что вы жертвуете чем-то стоять в холод ночью здесь это ненормально для чего? и они должны объяснять для чего понятно да? изначально людей не привлекает вот это людей привлекает это и они пытаются понимать для чего вы это делаете понятно да? когда человек который рядом с вами делает то же самое его не удивляет то что вы делаете его не восторгает его не раздражает ну он с вами в одной упряжке он делает то же самое нет но он делает то же самое значит он вас понимает а если бы ты его восторгает его? меня точно не восторгает что вы делаете ну слушайте ну мы отдаем не то что вы должны какой восторг хорошо окей вы же понимаете что я тоже что-то жертвую? я точно с вами не одинаково жертвую? правильно правильно к примеру я сейчас стою и жертвую я вот сейчас вот видите я здесь стою и я жертвую тем не менее это не от меня это слово жертва вы не поверите я потерял кучу времени я приехал сюда у меня там дела мне там жена у меня в соседней комнате жена у меня в соседней комнате все нормально жена на молитве за израиль она всегда выбирает какую-нибудь молитву вместо того чтобы слушать меня меня она и дома послушает поэтому она когда узнала что молитва за израиль она решила меня оставить одного я тоже жертвую то есть мы можем жертвовать абсолютно по-разному абсолютно по-разному и некоторые люди спрашивают меня ну чем ты занимаешься? зачем это тебе надо? люди меня не понимают люди не понимают натурально для чего я это делаю понятно что у меня есть понятно у меня есть я хочу получить награду землю вы меня понимаете для себя в конечном итоге для себя ну награду же я же понимаю да конечно правда когда кто-то приносит стакан воды я понимаю что чуть-чуть награда уже ушла а? да не ушла все он говорит он получит все тот кто принес итак шучу понятно? эта картинка понятна? она очень важна для понимания жертвы и восприятия ваших жертв другими людьми что вы не должны быть сосредоточены на этом вы сосредоточены на этом и когда вы сосредоточены на этом это уже перестает быть ценным для вас все что вы жертвуете этим вы показываете что есть нечто более ценное чего вы желаете чем то с чем вы расстаетесь расстаетесь и поэтому вы говорите слушай да это не жертва нет но для начала это определенная ценность или нет а если это определенная ценность это определенная жертва потому что если бы вы туда положили три копейки то чем вам было бы не жаль ну если вы вдова то понятно все нормально но если вы зарабатываете приличные деньги и при этом жертвуете копеек 15 ну или гривну то жертва это потому что мы говорим что то незначительное по сути не может являться жертвой если вы вдова и ваши последние две лепты о да окей размер не имеет значения потому что вы отдаете все дневное пропитание и размер здесь не имеет значения потому что эти две лепты они по сути огромные по размеру для этого человека но если вы расстаетесь с тем что мало ценно для вас то это не является жертвой понятно да за этим отправимся наперед жертва связана с риском жертва связана с риском жертва связана с риском риск что она будет не принята то есть вы можете пожертвовать вы можете чего-то лишиться а там это не то это понятно прискорбно конечно и послушайте это нормально проблема заключается в том что мы не всегда размышляем над тем что жертва может быть и не принято и извините можно я возьму ящик коробку если мы пускаем эту коробку в порядок вы туда опускаете да никакого сверхъестественного события собственно говоря насколько я понимаю не происходит я правильно понимаю все деньги они абсолютно точно точно падают в этот ящичек и нормально вы жертвуете я так понимаю ну или послушание из послушания даете деньги кому Богу спасибо попадают все в руки пастыря ну и потом каким-то странным образом через руки пастыря они попадают на мимо да 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 есть для вас для меня для меня это сверхъестественный процесс для вас естественно не будем спорить ну по разному смотрим может быть на этот процесс ну вы понимаете что не факт что они попали туда нет это как раз ваш вопрос представьте себе что ваша жертва не принята и это не ваш вопрос молодцы теперь вы начинаете догадываться до вас сейчас зайдет светлая мысль что если вы положили в этот ящик не факт что там взяли еще раз до вас не дошла такая сакраментальная мысль такая глубокая мысль что могут не взять послушайте послушайте были два парня мы сейчас будем о них говорить Каин и Авель оба ж принесли оба положили в ящик оба их взяли так они же оба положили в один и тот же ящик грубо говоря можно узнать кто послушал а кому мысль пришла в голову так кто послушал Каина как кто Каин как хочет ну правильно ну правильно ну и что а у того что не было кто отдавал я прошу прощения он принес чего от плодов откройте место посмотрите лучше четвертый угол книги бытия ну тут своя библия там проруки написано а что принес переработанное то что пожевал что что вы пытаетесь найти проруки в другом переводе ну нету представление отлично так еще раз только медленно это пока положим выяснили что руки там нету да отлично мне забрать итак оба положили в ящик я правильно понимаю я правильно понимаю у одного извините меня а у второго извините меня отлично почему это шикарный вопрос на него мы чуть позже будем пытаться ответить но пока меня интересует вопрос какой оказывается что все могут положить в ящик но не от всех но не от всех примет как вам эта идея это очень хорошо это про вот теперь начинается правильные вопросы правильные реплики это страшно и вопрос второй как узнать это ну честные правильные вопросы потому что если мы говорим о жертве мы говорим о том что она в общем-то тю-тю но связано с риском что она не примется и если мы мы отдавая что-то считаем что там принято просто по умолчанию обязан это проблема на самом деле это проблема потому что мы считаем что он должен это делать а он вообще никому ничего не должен понятно что я говорю некоторые ребята приходили в храм и он спрашивал зачем вы сюда приходите кто его сюда вообще приглашал кто просих что сюда приходили и что делать он говорит мне это неприятно они приходили в то место которое он определил просто дальше Ну, понятно, да? Юлия, Кровкин, все. Ну, я вообще, на самом деле, не интересовал более жесткий вариант. Мне пропили. Да, это уже проблемка. Нарисовалась проблемка. Потому что, когда вы отдаете и там не принимают, на самом деле проблема заключается. Знаете в чем? Не приняли-то вас. Когда не принимают ваш дар, на самом деле не принимают тебя. Да. Вы думаете, что не приняли дар Каина? Вы серьезно думаете, что не приняли дар Каина? Текст посмотрите. Текст посмотрите. А на Каина и дар его не презрел. Он не презрел на Каина. А на Авеля и на дар его мы сосредоточены на чем? Теория вообще не имеет значения. Проблема была с этим парнем. А не жертвой. Жертва сосредоточьтесь на этом. Сопряжена с риском том, что она может быть. И проблема, если мы наделяем наши жертвы неким магическим свойством, считая, что если я уже соблаговолил ее принести, куда ему деваться? Конечно, примет. Понятно, что я говорю? На сегодняшний день, к сожалению, в ряде протестантских церквей нас уговаривают, упрашивают. Ну, пожалуйста, пожертвуйте. Деньги же это же колеса и в Англии, ребята. Если же вы не пожертвуете, колеса не закрутятся. Бог нуждается. Да Бог ничего не нуждается. Ребята, это мы нуждаемся в том, чтобы Он принял нас и наши жертвы. Я понятно выражаюсь? Проблема в том, что мы зачастую совершаем некие механические действия, считая, что там все зачетно. Галочка поставлена. Точно приняли. Не факт. Как вам такая идея? Интересно. Заставляет несколько задуматься над тем, что стало привычным. Это неправильно. Жертва не есть нечто привычное, обыденное. тогда это не жертва. Жертва, когда мы лишаем себя чего-то важного и нужного для нас. И не факт, что это примет. Представьте, как печально. когда мы лишаем себя чего-либо и вообще не размышляем на тему того, принимается это или нет, то жертва ли это вообще по сути? Ну, это партийные или членские взносы. Извините. Понятно, да? А десятина никогда не была жертвой. Еще раз. Десятина никогда не была жертвой. Все. Вы вспомнили, о чем мы говорили на перерыве, да? Подождите секундочку. Еще раз. Вы я прошу прощения. Мы будем строить свои идеи на основании того, что кто-то делает именно на основании писания. Спасибо. Мы пока не говорили о конечной цели. Мы говорили в общем-то о том, что она должна быть. Это понятно, да? И мы говорим о том, что есть риск о том, что она может быть не принята. Опять, мы не говорим почему она не принята. Она может не являться чем-то ценным для принимающей стороны. Она может не соответствовать критериям, которые выдвигает принимающая сторона. Может быть, поэтому она не принята. мы будем рассуждать на тему, если жертва есть, то она должна быть мужского пола, а если жертва женского, извините меня, принята она или нет. То есть, может быть, вопрос непринятия жертвы по некоторым критериям несоответствия требованиям. Может быть. Может быть, непринятие жертвы из-за того, каков я. может быть. То есть, вопрос непринятия жертвы, он может, ну, в общем-то, состоять из разных аспектов. Понятно, да? И мы пока об этом не говорим. Пока мы говорили о том, что есть то, чего мы лишаемся, это ценно для нас, мы этого безвозвратно и не факт, что это принято. Понятно? Итак, то, чего вы лишаетесь, должно быть ценным не только для вас, но и для того, для кого вы это принесите. Это один из очень важных аспектов. То есть, это должно быть ценным не только для вас, но и для того, кому вы это собираетесь принести. Как-то моя жена мне сказала, слушай, ты делаешь подарки не мне, а себе. в общем-то, я старался дать то, что в моих глазах являлось определенной, да, но это было неценно для меня. Вы не поверите, когда она мне первый раз сказала, что это не совсем подарок. Это было лет 20 с лишним назад, и тогда это было страшно дефицитная вещь. Их практически не было. Микроволновка. И она спросила, ты вообще ты кому подарок взял? Я был страшно расстроен. я был страшно расстроен, потому что мне было настолько интересно, что я туда ставил литровую баночку воды и смотрел, как она закипает. Мне было очень интересно, мне понравилась эта штука. Мне понравилась. И тоже она как-то меня озадачила своим вопросом. Я считал, что это ценно должно быть и для нее. все. И вот по жизни так получается, что некоторые вещи, которые я делаю, и они мне кажутся ценными, классными, моя жена по-прежнему так не относится к ней. На последний день рождения я тоже подарил такую штуку для кухни. Я восхищен был этой штукой. Я сильно был восхищен. я ей подарил. Смотрю, она чуть не плачет. Я спрошу, что случилось. Нет, сейчас она в общем-то пользуется этой штукой, ей нравится, все хорошо. Но вот момент подарка, я понял, что я сильно расстроил. Понятно, да? То есть это должно обладать некой ценностью не только для меня, но и для того, кому ты ее принес? Что начинаете вздыхать? Послушайте, вопрос дара это сложная штука на самом деле. Это связано с вообще вопрос принесения жертвы или даров это сложный процесс. Понятно, да? я вам точно скажу, с женой легче договориться. С ним вообще нельзя. Еще раз, с ним вообще не получается договориться. Ему можно только служить, договариваться не получается. тем более с женой можно договориться за деньги, а с ним никогда. Вы уже попали. Если вы так думаете, то вы уже попали. Проблема заключается в том, что на самом деле вы не воспринимаете его как Бога, которому вы обязаны служить, при этом он вам точно ничем не обязан. Вы принимаете то, что вы делаете, как само собой разумеющееся, и даже то, что является для вас послушанием, не является фактом, потому что он принимает. Еще раз, даже если вы приносите деньги, как вы думаете, по его слову, то это не является фактом, что он их принимает. Я что-то странно говорю? Я что тут расшифровываю? Не, ну, тема оказалась не такая легкая, как я предполагал. Окей. Еще раз, ваши дары не имеют магического свойства. Он не обязан их принимать. Те пацаны, которые приходили в храм, приносили жертвы, в установленное место, в установленное время, в установленные формы, он их принимал всегда? А что же вы думаете, что он ваш принимает? То есть, у него же это поменялось по отношению к вам. А те, кто, извините, меня были? Ага, то есть, нет. Они вообще так, левые, сбоку припеку. То есть, вы думаете, что он к вам лучше относится, чем к евреям? Я понял. Сейчас мы прервемся ненадолго. У вас дерзость, а не дерзость, а не пока? придется немного почитать Библию. Курс у нас не получается академический с вами. Итак, пожалуй, откроем Евангелие ходите от Луки. Хотите, да? А? А? Прогоженщин. Прогоженщин. Нет, 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 зачем? Ангел сказал ей, 13 стих первой главы, не бойся, Захария, ибо услышал, сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, жена твоя, Елизавета, родить тебе сына, и нарочешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие рождения его возрадуются, ибо он будет велик перед Господом, и не будет пить вина и секера, Духа Святого исполнится от чрева матери, и многих из сынов израилевых обратит Господу Бога их, о ком идет речь, извините, только, а только, да, и придет пред ним в духе и силе, или возвратит сердца отцов детям, извините меня, каких отцов? евреев, или о ком-то еще говорится, по национальности кто-нибудь, и образ праведников, дабы представить Господу Богу народ приготовленный, да, отлично, значит, речь идет о том, что родится некто, да, который будет, придет для кого? для евреев приготовить путь Мессии, а Мессия придет ко всем, я правильно понимаю? И что, сначала к евреям, а потом к кому? А там так написано? А как там написано? И сказала Мария, увеличай душа моя Господа, и возрадовался дух мой, Боги, спасительный моем, он презрел на сменение рабы свои, ибо отныне будут ублажать меня все народы, что сотворил мне величие сильное и святое имя, милость его в родах, боящимся его, и вел силу мышцы своей, рассел, отменок помышлением сердца, не изложил сильных и престолов вознес смирение, алчуж, которых исполнил в благ, ибо хотящихся отпустил ничем, воспринял Израиля, отрока своего, воспоминув милость, как он говорил к отцам нашим, к Аврааму семени его до века. Извините, кого воспринял? А еще, извините, о ком-то там речь шла? А вы же говорили, что сначала их, а потом у кого-то еще? По тексту это видно? Нет? Здесь нет? Хорошо, почитаем дальше. И Захарий, отец его, исполнился, Духа Святого, и пророчествовал, говоря, благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. Извините, еще кому-то? Нет. И воздвиг рог спасения нам в дому Давида отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых своих пророков, что спасет нас от врагов наших от руки, всех ненавидящих нас. Нас, это кого? Сотворил милость с отцами нашими, ну, то есть, с евреями, и поменял Святой Завет свой, с кем, извините меня? Клятву, которую он клялся Аврааму, Отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов служить ему святости, правде. Перед ним во все дни жизни чей? Наши. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышним, придешь предлецом Господа приготовить путь ему, дать уразуметь народу его спасения. Послушайте. Ну и дальше что написано? Еще раз. Я остановился на каком стихе? И что там написано? И дальше? 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 Я же все хочу, чтобы вы дочитали до того стиха, на котором вы перебили и прочли следующее. Ну, так вы прочтете тот. Спасибо. В чем? А оказывается, это было непонятно. Еще раз. Оказывается, это было... Это то, что я сказал вначале. Извините меня. Что понятие спасение, которое было у евреев, сильно отличается от того спасения, которое понимаем сегодня. Мы сегодня не уразумели. А эти ребята, извините меня, некоторые еще не разумели. Понятно, да, о чем я говорю? Он заключает завет свой, извините, с домом Израиля и с домом Иуда. И спасает евреев на основании обетования. А всех остальных, извините, из милости, чтобы холили его. Но все остальные почему-то решили, что им кто-то что-то должен. Я понятно говорю? То есть, мы пытаемся, мы пытаемся, вот я читаю места Писания и дальше буду читать, там в одном месте говорится про всех остальных. то есть, такое количество раз, когда сказано евреи, 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 вот тут вот кажется про язычников. Вот тут, про сидящих во тьме, это кажется про нас. Обратим внимание. никакое. И не остеба. А вы случайно не помните, вы случайно не помните про тайну домостроительства, ничего? что вы там имеете вот все это только вместе с евреями. Еще раз, еще раз, вы не услышали. Вот это вы все имеете вместе с евреями. Об из них. Да, да. Я знаю, что правильно. Вы слышали, что он сказал? А зачем вот так просто? Зачем вам это надо было? Я сейчас могу произвести обрезание, вам не понравится. Потому что я не буду проводить вот то, что он сказал. Я совсем по-другому проведу обрезание. Нет, не сердце. Еще раз. Смотрите, мои друзья. Вопрос идет о том, что есть некая тайна домостроительства. И я вот все время говорю об этом, никто на это внимание не обращает. Вы как-то пропускаете это. не населяет. Тайна домостроительства в чем заключается? Еще раз. Я спрошу еще раз только внимательно слушайте. Тайна домостроительства в чем заключается? фундамент? А ну откройте мне пожалуйста Ефесянам третью гулу. Там так написано? Третью гулу. с первого. Для чего я, Павел, садился узником Иисуса Христа за вас? Даже если я не смотрю, я слышу. Вы что, считаете же, если я не смотрю, то у меня с усами что-то случилось? вроде же мы уже знакомы. И что, это время поговорить? Не надо ему отвечать, даже если он спрашивает. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко. Вы, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христова, которая не была возвещена прежним поколением сыном человеческим, как ныне открыта святым апостолом Бог, пророком Духом Святым, чтобы и стать сонаследниками, составляющими одно тело, сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. Чтобы и язычникам что сделать? Сопричастниками с кем, мои хорошие? Так это тайна. Что из двух? Да, так оказывается не все так понятно. Я сколько говорю по тайну, про тайну, я говорю столько о том, что мы приобщились к кому-то. Мы не стали самостоятельными. Вы говорите все да, только в отрыве от этих пацанов, евреев. Вы говорите про Христа. Когда вы говорите вы, то вы говорите во Христе. А вместе с кем вы забываете. Вы говорите все время про Христа. А вот с кем вы должны быть, вы забываете во Христе. Вы сейчас про что сказали? Где это там написано? еще раз. Во Христе нет различия? Это вы так решили? Там я прошу прощения, там вот по тексту, когда вы будете не просто цитировать, а еще попробуете прочитать, там будет еще написано не мужского, извините меня, подождите, вы что-то мне объясняли, что нет различия? Вы сейчас говорите о том, о чем вы хотите поговорить, а я пока говорю о том, что там кого-то с кем-то соединили. правильно, молодцы, дальше, правильно понимаете? Ага, и что, он вам должен стал? Корень точно не еврейство. спасибо большое, вот вам подсказывают, кто корень. Нет, 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 это точно не праздник и не традиции, корень абсолютно верно, это ешо. Спасибо, мы к нему привиты. Да, 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 так вот, проблема заключается в том, что верующим из язычника он ничего не должен, а евреи, как были его детьми, так и остаются. Вот в чем проблемка, потому что же вам подсказывали, цены царства кто? Так они цены или нет? вы понимаете, что вы уже куда-то начали нас уводить? Матвея, 28 главу прочитайте, там будет интересно, что с сынами царства нечто будет неприятное, и многие придут с востока и запада и возлял, а сыны же царства будут низвержены вон, сыны царствия, они рождаются в царство, и не дети царства, второй вопрос, как они относятся к этому, из-за своего отношения что-то с ними случилось. Послушайте, прочитайте, пожалуйста, 8 главу Ивану 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 Послушайте, вы рождены от Духа Божьего по милости, но не по обетованию, если вы не евреи, по милости, и в этой заслуге зеро, как у евреев, так и не у евреев, и на основании того, что вы рождены, вам никто не стал обязан или должен что-то, и если вы грешите, несмотря на то, что вы рождены свыше, не ваши молитвы, не ваши жертвы могут быть и неуслышаны. Да! Так чего же вы решили, что основание в том, что вы ребенок, и он обязан вас слушать? И этого не было сказано вообще ни разу. Да, вы что? Так я вам подскажу. Во-первых, А, вы этого не сказали. Б, даже если вы не грешите, не факт, что вас услышат. Да! Да, как раз да! Потому что мы имеем дерзновение к Нему. Когда мы что-то просим по воле Его, то Он слышит нас. Так, подождите секундочку. Вы сказали что-то про волю Его? Я, может, плохо слышал? Вы как-то то ли меня не слышите, то ли вы хотите сказать что-то, чего я не могу понять. Вы можете пребывать в Его заповедях, на здоровье, но если вы не просите по воле Его, то Он вас будет слышать? Нет, со слухом у Него все хорошо. Слушать будет? А делать? Подождите, скажите, пожалуйста, так вы же его ребенок. Ну и что? Где там написано это все? Где там написано? Где там все написано? еще раз прочтите, пожалуйста. А можно узнать, когда он последний раз давал десять? Итак, меня интересует простая мысль и очень хочется, чтобы она крепко укоренилась. Жертва может быть не принята. Жертва не обладает неким магическим свойством. После того, что вы ее принесли, то божество обязано ее принять. причем я употребил слово не Бог замечу, а божество. Мы можем употребить слово человек не обязан принимать, божество не обязано принимать и Бог не обязан принимать, если угодно. То есть жертва всегда сопряжена с риском потери и непринятия. Точно потеряем, но не факт, что примут. Это понятно? Отлично. Теперь рассмотрим вариант первого принесения дара. Четвертая глава книги бытия. Это первый раз, когда людям пришла идея принести нечто по истечению какого-то времени. и мы знаем о том, что эта идея пришла в голову первому кому? Каину. Правильно. И Авель также принес. И теперь мы попробуем ответить на тот вопрос, который был. Почему уже одна жертва была принято, а вторая не принято? Идея. не факт. Написано точно, что не был грешником. Лежит, это значит сделал. Еще раз. Вы только сказали, что он был грешником. там. Я прошу прощения. Давайте мы будем искать те варианты, которые соответствуют хоть как-то писанию. Мы находимся в какой главе? Даже если вы откроете, то там написано, почему было принято. я правильно понимаю, что написано? А я о чем спросил? Так вы отвечаете на тот вопрос, который я задал, и на тот, который вы хотите. Еще раз. Почему не было принято? Ответьте мне, пожалуйста. Здесь написано еще можно вариант запомнив обучение. Алик привез от первородный. Ну, отлично. Я коварный человек. Вопрос был задан таким образом, на самом деле, что ответ вряд ли вы найдете. ответ есть. Вопрос был задан таким образом, что ответа нет. Вы просто не слышите коварства вопроса. Я точно знаю, что он не принял кого? Каина. Спасибо. Ну, там же написано, что он Каина не принял. Абсолютно. Если бы он призрел на Каина, то бы он призрел и на Да. Значит, кого он не принял? А я прошу спрашиваю. Уловили разницу? Я сконцентрировал ваше внимание, как положено, на жертве, а на самом деле надо было сконцентрировать ваше внимание на человеке. Поэтому то, что вы читали, будет являться ответом. Вы опять про жертву, а я про человека. Второй момент. Человек был грешником на тот момент времени? Каким образом? То есть не важно грехом? Да. Тема называется грех. Какую природу имел Адам? Чего? А вы извините меня до греха потения какую имели природу? Когда-то было такое? Адам имел Божью природу. Вы имели Адамову. Он имел природу. Когда он мог жить? Как долго? Вы так думаете? Он не знал смерти. Его природа не заключала в себе смерть. А ее не было. А я что-то спрошу. Я вот сейчас что-то спрашиваю. Давайте определимся, кто из нас будет сейчас тогда учить. Вы или я? Спасибо. Тогда вы мне не будете мешать. Спасибо большое. Итак, его природа. Я ждал вам возможность ответить. Я что-то спрашивал. Вы же не сказали мне то, что меня интересовало. Зачем же вы мне сейчас говорите о том, что я вам раньше говорил? Еще раз. Он не знал чего? Смерти. Отлично. После греха что произошло? Смерть или точнее смертность вошла в его природу, сущность. Это понятно? Отлично. теперь у него рождается ребенок. Правильно я понимаю? Какую природу он наследует? Отца. Какая это природа? Она уже внутри себя содержит смертность. То есть она внутри себя содержит уже смертность. Она была не такая, как изначально была у Адама до грехопадения. Значит ли, что Каин грешник по рождению значит ли, что Каин является грешником? Смелее, смелее. Вот теперь можно отвечать. Значит вы считаете, что человек, который не согрешил, является по определению грешником? Я прошу прощения, вы извращаете Писание. Вы не очень красивым образом берете и извращаете Писание, потому что Писание называет грешника грешником после совершенного греха. И Писание говорит, все что сделали? А вы говорите, что он грешник, не греша. Еще раз, вы говорите о том, что он грешник, при том, что он не грешил. А вы считаете, что он грешник? Вы считаете, что он грешник, и новорожденный младенец должен гореть в аду за то, что он грешник, не совершивший греха. Я правильно понял? Ну, это же понятно, что это ересь. То есть, вы считаете, что мы будем отвечать за дела родителей? Я прошу прощения, это ересь с точки зрения Библии. ну, так надо аккуратнее, потому что почитайте, в общем-то, в Танах, там написано, что родители не отвечают за детей, и дети не отвечают за родителей. каждый отвечают за свои грехи, за свои грехи, свои поступки. А вы утверждаете, что младенец, которого абортировали, идет в ад. Ну, понимаете, что, ну, человек является плод чрева, который еще не родился, это, ну, уже живая душа. Ну, понимаете, что он еще ничего не сделал там, а вы говорите, ничего страшного, в ад, гореть ему в аду. Несправедливо. Понятие первородного греха, мои хорошие, вот здесь-то и кроется. И понятие первородного греха отличается очень сильно в христианстве, потому что я знаю только четыре мнения христианских на тему, что такое первородный грех, а иудейское понятие еще другое. Мы говорим о последствиях греха, которые здесь произошли. Вошла смертность в природу, природа изменилась. Но проблема заключается в том, что согласно тех, кто четвертый главы бытия, человек с такой вот природой мог властвовать над чем? Над грехом. Он мог властвовать. И он ответил за то, что он не властвовал над тем, над чем он должен был властвовать. Понятно? еще раз. Когда мы читаем, Бог говорит, грех лежит, то есть он его еще не совершил. И Бог говорит, но ты властвуй над ним. То есть Бог говорил, ты властвуй, хотя человек не мог властвовать. мог властвовать. все. Бог осудил его за совершенный поступок, а не за тот поступок, который совершил Адам, из-за которого смерть пришла в его жизни. Смерть есть. Понятно? Проблема в том, еще раз, что в христианстве существуют разные понятия первородного греха. Мы можем смотреть на первый грех, который совершил человек. Или перворожденный грех, как угодно. Но тогда мы смотрим последствия греха, изменившаяся природа человека. Человек сотворенный, не знающим смерти, но не способный жить вечно, потому что ему нужно было есть от дерева жизни. Мы не были самостоятельными, мы не были самодостаточными, мы зависимы, всю жизнь были. Всю жизнь это от момента сотворения, мы зависимы от источника жизни, Бога. Всю жизнь. Мы зависимы от источника жизни. Человек не был сотворен самодостаточным. Он не мог жить без Бога, он не мог жить без источника жизни. Такого нельзя было. Он был зависим. И вот человек, он отвергает волю Божию, закон Божий, потому что любое слово Творца, обращенное к творению, является законом для творения, даже если это особо неоговорено. Так, человек отвергает волю Божью, он приступает по велению Божьим, он согрешает, и в ответ смерть и смертность входят в его природу. Она изменяется, и дети, рожденные от него, наследуют его природу. В чем его природа? Смерть заключена уже в этой природе, они рождаются смертными. Понятно, да? Но они не рождаются грешниками. Для того, чтобы стать грешником, нужно согрешить. Я не верю в Бога, который невинных младенцев отправляет в ад. Я не верю. Но если следовать некоторым крайностям доктрины первородного греха, они идут в ад. Ну, у верующих все нормально, потому что освящается верующими родителями, а у неверующих извините. Чтоб думали. Но послушайте, с таким Иваном попробуйте пойти проповедовать людям, у которых были дети, которые умерли во младенчестве, когда они были неверующими. Мы придем к таким людям и скажем, да, ну, извините, вы же были неверующими, горят ваши дети в аду. это новая доктрина, это вообще караул, а там еще есть чистилище посредине, пока они не покаятся, дети в чистилище хранятся. то есть, вы такое говорите? Это запущенный случай. На самом деле, ну, на самом деле, имейте основание в Писании таким учением. Это страшное учение. Послушайте, на самом деле, страшное учение. так, я, 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 что, сейчас спросил, что-то, вы уже стали так нормально меня перебивать, когда вам захотелось. Ну, я так понимаю, что вы больше так делать не будете. Хорошо. Итак, послушайте, мы говорим на самом деле о достаточно серьезных фундаментальных вещах. Понятно, да? Я не вижу в Писании Бога, которые осуждают человека, не совершившего греха. Только по факту рождения. Да, конечно. Надо смотреть, это место Писания, смотрите, это место Писания не такое, а, простое, б, надо иметь хотя бы еще одно, чтобы построить доктрину. Их должно быть, по крайней мере, два. Поэтому возьмите, ну, как бы, до завтра это место Писания, попробуйте найти параллельное, тогда мы с вами пообщаемся на эту тему. Нужно понимать мысль апостола Павла. И точно он не говорит о том, что, ребята, всем гайки, не покаявшимся. Для людей, для людей наказание было свидетельство наличия греха. Так понимали евреи. Наказание без греха не бывает. Ну, так понимали евреи. И когда они видели слепорожденного, ученики пришли к Иисусу, напоминаю, они видели, извините меня, кого? Слепорожденного. Он родился каким? Слепым. Они его спрашивают, ну, кто согрешил? Он? Или родители? Ну, сам понимаешь, какой ты правильный. Ну, вопрос, постановка, кто согрешил? Ну, то есть, обязательно кто-то должен согрешить. Ну, что Христос говорит? Он приводит вообще другую мотивацию. Он говорит, ребята, это вообще не потому, что кто-то согрешил. И это тоже очень непростой вопрос. Потому что, когда мы видим какие-то проблемы в жизни людей, мы говорим, о, точно, это грешник. Не, 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 это может быть для того, чтобы явленно была, ну, чтобы мы просто не думали так, как думали в свое время апостола. Кто согрешил? Он или его родители? Понятно, да? То есть, мы не можем судить о том, что происходит на самом деле, если Бог нам не откроет. Понятно, да? Второй момент. Доктрина о первородном грехе, ну, мягко говоря, непростая. Если вы возьмете учебники по теологии, достаточно легко можно найти четыре понимания в христианстве этой доктрины. Четыре. Сейчас не буду просто разбирать. А есть еще иудейское понимание, которое сильно отличается от христианского. Да. То есть, они вообще говорят, ребята, вы о чем говорите? Какой первородный грех? Да, есть грех, соделанный Адамом. И вот последствия этого греха. Но человек будет отвечать за свои поступки, а не за поступки, совершенные Адамом. Тогда все нормально с новорожденными младенцами. Понятно, да? Бог не судит человека, который не совершил. Это фундаментальное понятие. Бог не осуждает человека, который не согрешил. Он осуждает человека, который согрешил. Это фундамент. Нельзя осудить человека, который не грешил. Да, человек, ну, в общем-то, грешник. Он грешит. Он грешит. И нет праведного, извините меня, ни одного. Нет праведника, который бы делал добрые дела и не грешил. Нет, все нормально, с этим все хорошо. Но это не значит, что новорожденный младенец грешник. Он еще не способен этого сделать. Потому что грех – это осознанный выбор человека. Это осознанное поведение. Как мы можем утверждать о том, что они грешат, когда они не способны рассуждать осознанно? Они не способны сделать выбор, как они могут согрешить, если грех – это выбор. Понятно, да? Или грех, по-вашему, это не выбор? Выбор. Поэтому они, поскольку находятся в таком возрасте, в котором невозможно сделать выбор, они не могут нести ответственности. Бог не будет их судить. Понятно, да? Понятно это? Поэтому, когда мы смотрим историю первородного греха или первого греха, мы можем говорить об изменившейся природе человека, о том, что смертность вошла в его природу. Мы это можем все говорить. Но мы не можем говорить о том, что он поганый грешник по факту своего рождения. Понятно? В чем разница? Бог может судить только совершенный грех. Совершен он может быть? Не обязательно действием. Да, он может быть совершен и в мыслях. То есть мы можем грешить несколькими путями. Словами, делами, мыслями. Но это действие, которое совершено. А если он не мыслит еще, ну, извините, Бог не может его судить. Понятно, да? Итак, проблема, о которой я говорил, заключается в том, что мы сосредоточены на даре, а не на личности. Подвох моего вопроса был в том, что я спросил, почему не принят дар. Соответственно, мы сосредотачиваемся не на личности, а на даре. То, что я говорил изначально, к чему приковано внимание людей, когда они видят жертву. К чему приковано внимание? К самой жертве. То же самое мы сделали, когда я вас подтолкнул в это направление и сказал, «Ребята, а что там с даром? Что там? Ну, обратите внимание». Но то, как делают обычно фокусники. Знаете, да, кто привлекает внимание к одному, а происходит событие совсем в другом месте. Поэтому я сделал то же самое. Я привлек ваше внимание к дару, когда событие, проживши в другом месте, не принята была личность. И абсолютно понятно, почему была принята одна личность и почему была не принята вторая личность. Речь шла не о дарах, а о личностях. Личности, которая обладала верой, и почему она была принята, личность, о чем засвидетельствовали и дары. Прочитайте, пожалуйста. Ну, конечно. Вы же хотели прочитать к евреям. Понятно, да? Дары, принятие даров свидетельствовало о принятии веры. Сложно, я понял, окей, еще раз. Человек приходит, человека принимают. Человека принимают. И для свидетельства о том, что принят человек, приняты были и дары. И вера его, она говорит еще для нас после смерти его. Его вера. Но послушайте, Каин, он был тоже непростым парнем. И вопрос заключается в том, что они находились не в таких условиях, как находимся мы с вами. Понимаете, в чем дело? Вы не выросли в семье Адама. Вам папа не рассказывал о том, как он ходил каждый день в прохладе рая и разговаривал с Богом? Понятно, да? То есть папа этих двух мальчиков все-таки был Адам, который лично был знаком с Богом и который имел свободное общение с Творцом каждый день. Это был тот парень, который назвал всех зверей. Как вы думаете, это был глупый человек? Я вам точно скажу, что если бы нам дали возможность назвать всех зверей... Хигня. Назвать мы можем. Запомнить все это. Назвать можно. А вот запомнить все это дело... Причем, учтите, до сегодняшнего дня они так же называются. То есть он дал им имена. И, в общем-то, запомнил. И научил своих детей, а дети научили других. То есть он был сотворен не так, как мы себе представляем. Он сразу был сотворен полноценной личностью. У него не было этапов рождения, взросления. У него не было, он сразу устроил. Ну, почти как у Жунецкого, да? Да, только он не пил и не курил. У Жунецкого, говорит, пить, курить и говорить начал одновременно. Так вот, он говорит, начал мыслить сразу, как взрослый. То есть у него не было этапа взросления, возрастания. Он сразу стал полноценной личностью. Он был сотворен и не рожден. Этим он отличался от всех остальных. Но вот дети у него, они уже рождались. Он их воспитывал. Он что-то им рассказывал. И они что-то понимали. И это понимание, оно было, мягко говоря, сильно другим, чем то, в чем мы выросли. Понятно, да? И особо веры-то им не надо было. Они в этом выросли. Вы знаете, мне не нужна была вера в Деда Мороза. Ну, я рассказываю о себе лично. Мне не нужна была вера в Деда Мороза. Я знал о том, что он есть. Понятно, да? Я знал о том, что у меня была травма. Когда я пришел в школу в 7 лет, а мне сказали, что его нету. А? Нет, а послушайте, я плакал, я пришел домой весь в слезах. Потому что я точно знал, что он есть, а они говорят, что его нету. Ну как? Так, откуда я знал, что он есть? Я каждый год подарки дарил. Открытку мне прислал Дед Мороз с подарком. Каждый год регулярно. Причем два подарка было. У меня день рождения рядом. У меня один на Новый год, а другой на день рождения. Все. Мне регулярно. И причем точно дарил то, что я хотел. Знал, все знал. Потому что я писал ему записку, чтобы он был в курсе, что я хочу. А он приносил точно то, что я хочу. И у меня не было, ну, то есть, какие вопросы? Конечно, есть. И я прихожу в общество. Мне говорят, что мы давно в курсе, что это все сказки. Какие сказки? Травма? Практически на всю жизнь. Ну, я же писал записки. Он мне писал ответы. У нас была переписка, можно сказать. То есть, я говорил, родители записывали, что надо. Я прятал под елочку эту. А потом под елочкой находил то, что надо. Какие вопросы? Конечно, есть. Учтите, у Каина и Авеля не было одноклассников, которые просветили бы. Понимаете, о чем я говорю? У Каина с Авелем не было таких одноклассников, как у меня, которые бы сказали, ты что, Вася, Бога нету. Не было? Они точно знали, что Он... И не надо особой веры. Они знали о том, что Он есть. Понятно, да? То есть, у нас был процесс, который называется прийти к вере. У нас этот процесс был. Мы верили в то, что Его нету. А потом у нас был процесс, чтобы прийти к вере, что Он есть. Представьте себе, что вы выросли. Вот так как вырос я, зная о том, что Дед Мороз есть. А вы знаете о том, что Бог есть. Теперь вопрос. Вот эти два парня, они имели представление о Боге абсолютно различным. Видно, что они пришли с абсолютно разной мотивацией или абсолютно разной верой к Богу, которого они знали, что Он есть. Два раза. Хотя воспитывались в одной семье. Но они были двумя разными личностями. И вы знаете, в одной семье вырастают разные дети. Вроде даешь им все одинаковое, смотришь за ними одинаково, кормишь им одним и тем же, слушают они вроде одних и тех же папу и маму, а вырастают разные. Нормально. И в этой семье было точно так же. Они выросли двумя разными личностями. И в голове своей они имели две разные веры. Одна вера, которая смотрела в будущее. Другая вера, которая смотрела в прошлое. Каин думал о том, что если он договорится, то в будущем будет все. Как? Ну, если он договорился с Богом, то... О чем речь? И когда он понял, что они не договорились, а договорился с другой, надо было что-то решать. Русские, знаете, как говорят? Нет, человеку нету проблемы. Ну, если я убью... Авеля... Понятно? Больше договариваться, в общем-то, будет не с кем. Кому будет хорошо? Ну, делать хорошо больше... Еще? А вы посмотрите по тексту. О чем мальчик подумал, когда ему призвали к ответу? Да, ну, это просто ушел глухой отказ. А дальше? Читайте текст. Дальше? Да. Да. Куда направлен на его взгляд? В будущее? Что, серьезно? А я думаю, посмотрел, в прошлое начал сожалеть о том, что произошло. А что дальше Бог говорит? Нет, еще раз, смотри. Ныне проклятый от земли, которая отверзла уста твоей, и принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы для тебя. Ты будешь изгнанником и скататься на земле. Он понимает, что будет происходить в будущем. Говорит, так, подожди, погоди, погоди. Это как-то нечестно. Наказание больше, если можно снести. Теперь ты вообще сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, буду и знанником, и скитальцем, и всякий, кто встретится со мной, убьет меня. А что это он так решил? Да. А где написано, что его за это надо было убивать? Он думал, что Бог накажет? Послушайте. Он думал, что Бог его накажет? Говорит, хотел узнать, а где, собственно, твой брат? А что ты меня об этом спрашиваешь? Это парень, который думал, что его накажет? Но сначала он думал, что он не узнает. Знаете, иногда люди... Это был Бог Отца. Еще раз. Это был Бог Отца, с которым он, судя по всему, лично не был. Послушайте. И проблема заключается в представлении Адама о Боге. Вы не считаете, что с этими представлениями тоже было некоторые сложности? Я хочу сказать о том, как говорит мне текст Библии. Извините меня, пожалуйста. Что сделал Адам? От кого? Как вам вообще идея? У папы как идея вообще была? Я прошу прощения. Вы не забыли, что вы живете, ну так, немногим больше пяти тысяч лет, позже прошедших событий. И у вас представление о Боге, извините меня, я думаю, сильно отличается от того представления, которое было у Адама. Для начала вы в курсе, что не стоит прятаться от Бога, потому что не получится. А эта идея пришла в светлую голову Адаму? Подожди, пришла она в голову Адаму или нет? Пришла, да. Пришла, да. Ну и что? Послушайте, мои хорошие, мы можем судить только о том, что эта идея пришла после грехопадения. Я не знаю, какие идеи у него были в голове до грехопадения. Я могу только констатировать, что эта светлая мысль пришла в голову человеку. Он решил, что от Бога можно спрятаться. Но давайте еще все свалим в кучу и обвинив во всем сатану. Это мне нравится. Знаете, когда в православном монастыре невеликого поста монах на свечке сжарит в келье сало. И настоятель заходит и говорит, ты что делаешь? Он говорит, извини, бес попутал. Бес из-за угла высовывается. Говорит, я бы до такого не додумался. Понятно, да? Еще раз, только медленно. Мы можем констатировать, что ему пришла светлая мысль в голову спрятаться от Бога. Написано. Мы можем констатировать о том, что тот парень решал, что Бог чего-то может не знать. Да, и что дальше? Ну и что? И папа, и сын оба. Во! Айвен имел веру. И эта вера говорит о чем-то нам до сих пор. Пока я обращаю ваше внимание, что вам не стоит читать Писание таким образом, как будто те люди, жившие тогда, знают то, что известно вам сегодня. Понятно, да? Еще, я прошу прощения. Вы... Ничего страшного, что мы сейчас пока разговариваем про двух других ребят, которых зовут не Авраам. Спасибо. Да, ну, спасибо большое, что мы можем поговорить пока о ком-то другом. Еще раз. Смотрите, о чем мы говорим. Люди, имея какие-то представления, и понятно, что ваше представление сильно отличается от тех представлений, которые имели они. Я пока об этом. И когда вы читаете текст, видно по тексту, что этому парню приходили идеи, как ему обезопасить свое будущее. Его прошлое не сильно интересовало. Понятно, да? О чем... Откуда я это вижу? Причем, это не догма. Это мое представление, которое я имею, как мне кажется, на основании того, что я читаю. Вы можете верить по-другому. Я ничего против не имею. Я просто смотрю в Писание и вижу, что у одного была вера, а у второго была другая вера. То есть это не были люди, которые вообще не верили. Они во что-то верили и как-то представляли себе, как устроен этот мир. И как-то представляли себе Бога, который есть на небе. И они как-то пытались с ним строить взаимоотношения. И понятно, что тот же самый Каин, который пришел к Богу и принес дар Богу, он пытался построить взаимоотношения. Он не пришел просто так, его интересовали отношения. И когда его дар не был принят, а это свидетельствовало о том, что его не приняли, у него возникли легкие проблемы. Как ему жить дальше? Потому что он понимал, что он не нашел тех взаимоотношений, которые он искал. И у него есть проблема, которую он решает. Ясно, о чем идет речь? Он решал проблему, которая у него возникла. Он не договорился с Богом, его дары не приняты, он не принят. Значит, у него все плохо. А потому что того приняли. С тем договорились. Ну, если мы видим, что контракт могут подписать только с одним, а есть две стороны. Ну, давайте одну устраним. С кем будет подписан контракт? Все отлично. Кто не принят? По тексту? Что по тексту написано? По тексту что написано? От чего он огорчился? Отлично. Вас интересует, как именно это происходило? Извини, вы меня простите, пожалуйста. Меня там не было. Я просто не в курсе. Зачем вам мое предположение? Хорошо. Понятно? Домашнее задание, в общем-то, касается всех. Восьмая глава Евангелия от Матвея.